но об этом наверно в следующем видосе и так он длинный получился видос скорее про вот это вот такой шаблон так что кому нужно пожалуйста очень все легко и просто останется также это уже в следующем видосе согнуть арки выварить крылья уже потому что еще буду рассказывать про вот эти вещи про рычаги вот эти вот пульт управления так сказать делаю крылья на тракторок видос на на больше информационный нежели мы будем варить делать крыло у меня вот нарисовано как его нарисовать так чтобы ночь сейчас взялой подошло на раму вот просто так друзья всем привет давненько не виделись было дело приболел но вроде попустила все нормально давайте в этом видосе покажу как я буду делать крылья на тракторок вот задние передние кому интересно смотрите видос до конца мужики ну кому не интересно можете по тихой грусти отплывать все погнали так ну и первым делом нужно что знать нужно знать диаметр колеса моем случае это резина луаз мужики на 13 где покупать там спрашивают постоянно мониторте сайты объявлений где их покупать луазовскую резину резина может стоять любая хоть же гулевская хоть на какая на 12 без разницы нужно знать диаметр и соответственно радиус само собой разумеется да то есть диаметр делим пополам получаем радиус нужный в моем случае резина луаз вышина от низа до верха 62 сантиметра соответственно радиус 31 вот следующее что я делаю площадочка готова меряю по нижнему краю по самому малому до резины 6 сантиметров миллиметры не беру они роли большой не сыграют 6 сантиметров до резины то есть 31 на центра до плюс 6 получается 37 вот нам надо радиус 37 что под крыло вот отсюда и везде выдержала 6 сантиметров буду делать полукровное крыло будет намного симпатичнее смотреться тем более трубогиб есть кто не не видел видос про трубогиб вверху будет ссылочка подсказка очень простой вариант делается там я не знаю за пару часов и не эти трубы как вам удобно так шаблон первым делом тоже нарисовать нужно шаблончик вот после того как мы знаем радиус на моем случае это кусок гипсокартона вот обрезок лежит и лежит почему бы его не использовать как мольберт как-то так линеечка видите да у меня засверлена я показывал для чего он теперь сейчас при помощи вот этих отверстий рисуем радиус здесь вот кому в единицу соответственно уже нет нуля мере это единицы от нуля вот здесь нам на 31 радиус да если в единицу воткнул стоит соответственно на сантим чик сдвигаемся 32 есть 32 плюс 638 а теперь мужики просто рисуем ставлю на 38 и вот так вот карандашиком рисуем вот этот вот это крыло получается если сверху внизу линию отчертил ровненькую вот трубу буду гнуть именно вот такую дальше от этой трубы когда ее сварю точнее крыло сварю я здесь же нарисую вот от центра там сколько мне зарезать но я не знаю примерно примерно потом я это крыло разделю когда его уже варю перемычки здесь две кину я его распилю и вот эта часть короткая она пойдет наперед на переднее крыло длинная часть пойдет назад то есть она будет начинаться от подножки и заканчиваться где-то примерно в этом районе то есть не до конца а в этом районе дальше брызовичок я думаю понятно все очень просто так ну давайте наверное нарисуем еще радиус колеса единица у нас радиус 31 ну ставлю на тридцать до мужа смещение идет до тридцать до вот у нас колесо будет до забыл сказать что вышина он здесь вот не за площадке до земли также у меня в моем случае также 31 вот то есть центр колеса и низ площадки вот эта точка вот как-то так дальше сейчас рисуем тыльную сторону прямо здесь на шаблоне по ней уже здесь буду вырезать прямо на шаблоне тыльную сторону боковину так сказать сейчас колесо даже сниму что он не мешалось так дальше так шумит вентилятор на малых оборотах отлично будет фон небольшой так дальше боковина боковина нам такая до конца не нужно тем более чтоб она начиналась вот самого низа до смысл ее какой такой лист нам боковина нужно мужики так чтобы ее можно прикрутить но в моем случае возьму где-то сантиметра 4 этого будет достаточно чтоб перекрыла прошло швелере вот эту саму губу засверлиться и прикрутиться то есть оставляю 4 сантиметра значит у нас получается сама сама мужики сам уголок это 40 на 40 до 4 сантиметра на 4 сантиметра швеллер 12 вот поэтому что делаем правильно 12 сантиметров меряю отмеряю от низа буду использовать такой вольник бы точненько все это дело отметить ставлю по линии и 12 сантиметров где у нас выходит здесь вот и отмечаю на шире переключился такой картинка влазит в кадр вот от этой линии отмерил 12 здесь 12 здесь и вот пунктирчиком нарисовал чтобы они отличались немножечко так следующее что я делаю я друзья меряю расстояние от подножки до края рамы 53 сантиметра теперь отмечаю вот отсюда мы шмерили оттуда значит сюда отмечаю ровно 53 сантиметра вот здесь у нас будет и рисую линию 90 градусов вот так так ну и соответственно здесь на 0 это колесо здесь 60 где там отсвечивать 62 то есть под крылом останется 6 сантиметров это для луазовской резины для жигулевской будет еще шире меньше грязи будет забиваться и тому подобное также 6 сантиметров мужики будет до рамы от колеса вот здесь вот 6 сантиметров тоже чтобы была возможность на колеса даже поставить цепи при необходимости не только зимой но возможно и летом на сыпучей земле на огороде зацеп будет лютый вот как-то так то есть 6 до рамы 6 до крыла так дальше линия есть вот она пересечения двух линий теперь от этого пересечения отмеряли 25 сантиметров и вот теперь от этого пересечения рисуем линию сюда так ну и чтобы не путаться мне сейчас маркера трех цветов сейчас выделяю переднее крыло продолжаю заднее крыло другим маркером вот и третьим маркером рисую боковину так получается вот такой вот шаблончик но я не знаю камера может не передает заднее выделил синим передние выделил красным мой боковина выделено черным теперь остается только приложить лист металла такого размера грубо говоря сейчас даже проведу вот так вот линию по центру и конкретно замерю размер ну и дальше чем нарисовал даже с цифрами друзья не знаю карандаш конечно видно плохо но тем не менее я разглядеть могу это все для себя просто для себя чтобы знать какой размер мне вырезать уже если будете делать под свои колеса конкретно вымерять высчитать это я тут сидя на корточках там замерил перенес сюда все тут главное что знать диаметр колеса до радиус колеса вот этого вот радиус подкрылка подобрать но дальше все рисуется вот здесь но вот колесо можно даже было и не рисовать но на всякий случай не всякий случай так но это длина на вообще так написал просто от края крыла до края крыла 74 она роли никакой не играет играет роль а вот это расстояние вот она ровно 25 сантиметров у меня то есть отрезаю сейчас металл 25 сантиметров ставлю его на край и по линии по этой также ставлю линейку и на металле рисую четкий полукруг вот и соответственно вот здесь просто прикладываю линейку через вот эти точки и на металле до полукруга вырезаю вот этот участок мне нужно кусок металла чтобы он от этой линии и до этой линии был то есть вот я его замерил 64 на 25 чтобы лишнее не резать вот и все сейчас два куска таких нужно на боковины я думаю понятно это общая длина 51 вот досюда отсюда досюда моем случае 17 сантиметров вот этот участок который будет выглядывать за трактором вот здесь треугольничек вот этот вот так вот вот и все ничего сложного абсолютно нет вырезал два куска металла вот так 25 вот так 64 так чтоб лишнее не обрезать и вот рисуем сейчас на нем нужную нам фигуру очень просто и легко то есть вырезаю сейчас боковину мужики ничего сложного нет абсолютно ставлю ровненько по линии по вот этой проверяем так тут уголок тут сюда вот она вышина все остается теперь поставить линейку и нарисовать радиус и соединить вот эти две линии не через центр а именно вот эти две линии потому что мы здесь мерили раму нам меньше всего интересует центр а сейчас покажу как это делается камеру на штатив поставлю ни их сложности нет сделать две одинаковые детали я думаю видно прекрасно да сейчас маркер возьму линейку в любом можно месте теперь зафиксировать там край видно без разницы ну с краю поставлю а так можно в любом месте хотя бы вот так и вот самое-самое смотрим где у нас подушки идут там мужики здесь по краю на выход чтобы лишнего не обрезать зачем такие обрезки получаются и две линии соединяю не через центр центр меня интересует вот и все вторую делаю точно так же и и получаются мужики вот такие вот две абсолютно одинаковые заготовки на боковины крыльев минимум обрезков треугольники ну что что то еще можно из них выкроить пригодятся но зато их и минимум все две две штуки две штуки даже можем примерить наш облом становись вот так вот все отлично везде нигде ничего лишнего как говорится не торчит нет их даже можно сейчас разметить и прикрутить кроме то есть нарисовать линию отступить я отступал помните до 4 сантиметра зажать или прихватить на пару прихваток кусочек уголка ну вот чтобы ее поставить вот этот шов сварочный нужно будет шлифануть выставить боковину вот этим краем вот этим краем на край рамы и все и она станет так как нужно только на 4 сантиметра опустил вот таким вот мужики образом и это будет точной как говорится ну точная установка вот как ни крути можно да сразу просверлиться чтоб когда крыло было готово чтоб потом под ним не лазить и все еще будет видос про вот эти рычаги пульт управления их здесь и 3 это рычаги с печки с управления это конечно если будет интересно про вот эту вещь одна будет управляться заслонкой вот этой на карбюраторе воздух другая будет управлять рычаг педаль газа то есть выставил нужный нужный газ и все и он в этом режиме и будет работать и третий рычаг это будет ручник мужики да ручничок тормоза гидравлические здесь помните да гидравлику я поставил но это будет третий будет ручник так чтобы включил и трактор стоял колом хоть вот так вот его поставь вот с бура на бугор на заезд на подъезд вот это управление будет ручником ну какой то из них и то это если будет интересно а то некоторые пишут много базаришь много разговариваешь много болтаешь много трэндишь там я не знаю там всего и много ну не интересно я могу и не снимать ладно все мужики пока с вами был санюк скоро увидимся а 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 так а а Продолжение следует...